В столь жаркий день приехали в гости на какой-то Арык, но очень интересное место. И вот пока там ребята готовят, решил подойти вам показать голубей. То есть хозяин еще держит голубей. Денис, не-не-не, я их просто посмотрю. А вы за ними ухаживаете, да? Какие-то клювы интересные, смотрите, на ногах перья как будто открыли. А вот он. Похож на курицу, да, голубь? Здравствуйте, а вы за ними ухаживаете? Ну как, я кормлю вас. Как вас зовут? Олег. Олег? А мы же приезжали, по-моему. Не-не, я не был здесь первый раз. Это дорогие вообще голуби? Да. Породы. А что у них на ногах такие эти? Лохман. Лохман? Порода называется? Лохман. Нет, лохмая. А, лохма на ногах? Да, специально. Им же неудобно, мне кажется, да? Да, нет. Просто перья прямо из ног растут. Тебе какого? Да любого покажите одного, поближе. Хочет попасть в клетку. Вот ногу можно его? Видите, на ногах у него что растет? Лохма тоже. Лохма. Все. Спасибо. Как этот? А здесь обычные голуби? Нет. Тоже какие-то? Породистые. Все породистые. Бакинский, Сочи, Мочи там. А вот этот вот, коричневый, откуда он? Это, как это? Я, так я спросите, он лучше. А какой бакинский? Я... Не знаете. Ну... Я только кормлю, а вот я собаку могу, про собак тебе рассказать. А, вон там маленькие голубки, я вижу, еще сидят. Только родились. Все, ладно, спасибо. Да не, 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 не надо пока. Вон тут, смотри. Они такие кузатенькие. Что они там живут? А, это их можно трогать? Да. Ничего им не будет? Нет. Просто уже вот они вот. Где-то еще месяц они туда. Ага. А часто болеют они? О, бывает. Вот только-то. Ну, у них как это. Селеп. Им вообще иногда и вино дают. Вино? Голубя. Когорт. И что, пьют? Еще как пьют. Потом, правда, похмеляются. Потом воды много пьют. Она же кровь очищает. Лечебное же вино. Вот это, когорт, магорт. Ага. Даже вот можно мочу давать. Мочу? Да. А чью? Человечью? А? Человечью? Да. Вот когда, вот особенно когда вертушка была, бывает вот тут, у них нервные. А, голова крутится начинает? Да, голова крутится начинает вертушка. Это уже, когда с 20-10 только выжило. А так... И сейчас такое бывает? Ну, вот в этом году первый раз это было. Вот так вот выглядит канал. И все прилегающие к этому каналу дома устраивают... Теплый арык называется, а так вода холодная. Теплый арык? Устраивают маевки. Да, с кем-то идет. А вода чистая здесь? Да, на купаться можно. А глубоко здесь? Вон там, вон поглубже. Здесь немножко озеро. Ну поглубже это как... Ну вот так здесь. А, по грудь. Да, вот здесь. Мне чуть меньше груди. Ну вот здесь вот как раз. А рыба есть тут? Да. Тут можно и рыбачить. Вот так все это выглядит. Сейчас все это смочили, чтобы убрать... Убрать жар. Такая сеточка, куда можно складывать колу, молу, пиво. Вода. Ой, вода хорошая. Такая бодринь. Бодринь? Как огурец. Ну, конечно, прикольное место. Вот смотрите. За забором. Еще одно такое место. Снимай. Он заслуженный артист из Узбекистана. А как зовут его? Сайфи. Бухарский. Он тоже готовится. Поговорим, что он здесь. Покажем, он тоже может. Как обычно, по традиции в Ташкенте, все начинается с казан-кабоба. Сегодня казан-кабоб. Первым делом жарят курдюк. Ну, это для закуски на стол. А уже для казана это вот этот курдюк будет. Это сейчас быстро поджарят с луком, с лепешкой на стол. Кто смотрел ролики, знает двух этих людей. Сегодня казан-кабоб по-ташкентски, правильно? Чем он отличается от других казан-кабобов? Прослойка, да, вот первый идет, из курдюка. Без масла будет? Без масла. Без масла. Без масла, только курдюк. Здесь есть еще рыбу, прикормите, вообще будет круто смотреться. Рыба сюда будет подплывать. Здесь не глубоко. Мне кажется, по пояс. Там поглубже, здесь помельче. Я заметил, что в жару курдюк быстрее вытапливает. Солнышко свое дело делает. Какая сегодня пропорция в казан-кабоб? Сколько килограмм мяса, картошки? Три килограмма мяса, три килограмма картошки. Картошки. А лук будет? Лук. Сейчас посмотрим, если не надо будет. Без лука тоже. Без добавления воды или воды чуть-чуть будет? Воды чуть-чуть будет. Без воды нельзя. Чуть надо. Че, кто-то плывет, что ли? Прям аж захлестывает волна. Если вот туда прямо, смотрите, это вот там горы, это что-то. Что там находится? Это бустаныкский район. А червак где? Червак. За горами, да? Здесь вот я вижу кукурузное поле и огромное количество теплиц. Курдюк готов. Так, тем временем подготавливается картофель. Холодная вода? Откуда эта вода? Не отсюда? Нет. Это уже с артезиана, да? Такая хорошенькая. А, ее можно пить? Можно. Картофель на молодой похож. Это не молодой картофель? Молодой. Серьезно? А, блин, сейчас же не сезон. Вот, молодой. Ничего себе. Откуда? Да-да-да, я вижу, вижу. Откуда вы нашли, молодой-то? Или в Ташкенте можно найти все. Всегда. Готово. Курдюк осталось только с мясом, да хвостик осталось. Он более дольше прожаривается. Казан алюминиевый, правильно? Нет, это не алюминиевый. А белый цвет тогда как? Чугунный? Оно так-то толстое, да. Нарезается мясо. Мясо баранина, да? Нога. Кот, который орет постоянно. Ножи острые. Да, вот сейчас. А пиалку его можно поточить? Ножи острые. Оно так-то толстое. А вот, но я его как-то ровно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Там, по-моему, тоже косточки Ну, тут уже каре такое Или не каре Нет, нога, но уже мякоть А, и каре, да, да Все, каре и от ноги чуть-чуть Картофель почистили Тут мяско поджимается Одно час поджарим, потом на карете поджарим Вот, ладно Мясо чуток поджарено В общем, ташкентцы любят все казан-кабоб Это уже доказывало Ну, почти все ташкентцы Как это называется? Джида? Здесь она такая крупненькая Ее много Дерево джидовое Теплая вода Да, да, теплая Я уже заходил А ледяная? А ледяная? А ледяная? А ледяная? Нет, почему, если эмоции есть, зачем их держать? Себе Все люди Так, часть поджарили и осталось сейчас каре Масло сейчас прогреет Картошка споласкивается Ой, вода холодная пошла Но там реально Несмотря на то, что называют теплая рык Она ледяная Но взбодрится Очень даже хорошо Какое-то растение сейчас Бодрится Не получается, да? Заодно партию Мне кажется, это можно есть так Если еще чуть-чуть подержать Без казанка, оба всякого Так, ну все, последняя партия мяса И все Чуть-чуть опять То есть после каждой закладки Вы прогреваете всегда масло Самое прикольное Это когда на улице жарко А ты вот так вот сидишь Ноги просто кайкуют Конечно, можно так и уснуть Но бычок поплыл Иногда плавают Пока Денис охлаждается Союз поваров решает Что раньше Мясо или картофель Короче, принцип здесь такой Сначала обжарили косточки Потом обжарили каре Потом обжарили картофель Все это масло уберут На дно будут выкладывать Слой курдюка То есть подушка будет из курдюка И потом все будут заново складывать Ну, я думаю, что это будет прикольно Потому что я видел точно такой же рецепт Но без предварительной обжарки Отдельно ингредиентов А все вместе жарили Союз поваров ташкента Убирают масло Надо быстрее казан-кабов закидывать Мясо становится все меньше и меньше И его съедают ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok С закрытой крышкой Здесь делают салат Ачичук с базиликом, с тархуном Розовый помидор Ну не розовый, он красный Розовый сейчас уже мало становится Огурец, все как положено Тем временем Подошла собака Оп Пришла на казан кабоб Выглядит аппетитно 1 час Сколько, где-то 1 час ушел, да? Да Не 35 минут, а 1 час Целый час 2 час Мясо готово Выглядит аппетит Не подгорело, да? Прям подрумянилось от души, но не подгорело Вкусно? Хочется жить после такого казан-кабоба Я реально боялся, что подгорит, но нет Ты под контролем? Казан-кабоб именно поджаристый должен быть? Да, вот так вот Нам кто-то звонит в это время Ну и в конце Немножко масла Для сочности, как говорят в Узбекистане Чтобы сочнее было Вот что получилось А вообще казан-кабоба обязательно салат какой-нибудь подается? Чтобы сочнее было А чуть-чуть Картофель в оболочке с корочкой внутри Пюрешка Он так и должен быть Ну да-да, в фергане пирожок делают Картошка отдает курдюком То есть такой очень приятный вкус Именно когда готовишь казан-кабоб с курдюком Чайханчик, наливай чая Да В Ташкенте вот именно любят Из бараньи, да? Казан-кабоб Из говядины Вкусный Поджаристый кусок мяса Самое вкусное Это вот кусочек курдюка Который лежал на дне казана Самое интересное, что он не подгорел Он пропитан Пропитан всем Вот Вот этой стороной он лежал Казану То есть все нормально с ним Казан-кабоб вкусный Отличается от кашкадаринского Он немножко суши Он более поджаристый Ну картофель, мне кажется, идентичный Ну вкусно Мясо реально вкусное было Несмотря на то, что его брали в макро Спасибо большое повару И после такого казан-кабоба Всегда советуют пить чай Любой Зеленый, да Или черный Чтобы смыть жирок Этого котенка Всегда учат здесь плавать Плавить! Он же привык То есть даже не убегает, смотрите, он вышел и все Нет, он привык Постоянно, да, вот так он? Он сам кидается на воду А ему туда нельзя, там он, видите, кто Нет, он друг Собаки не тронут его? Нет, это он друг А, они узнают Можем костей дать? Собачку? Да, да, там целая куча Или там другим собакам Он идет, идет Не боится Отважный кот Рыба, поднимем рыбу Да, да Только что достали отсюда морду Ну, это типа Жак Я не знаю Сетка, короче, для рыбы Но она порвалась Но Была одна вот такая вот Маринка небольшая Приехали на Чигатай Рынок Здесь очень вкусные, говорят, лепешки Я себе купил Две штуки Ребята тоже себе берут Но здесь есть вот такие Они прям горячие Кунжуту А есть Более воздушные Не, не, не Да мне не надо Я просто это показать Там хватит Есть вот такие вот Вот Те, которые побольше По 2,5 тысяч А эти по чем? Одна А эти 4 тысячи Но они меньше Они с молоком, да? Потому что они на молоке А теперь Музыка Музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...